Ну что, двигатели Lada тоже жрут масло и погибают от обрыва ремня ГРМ. Именно эти вопросы инженеры постарались решить. Досмотрите этот обзор до конца, вы узнаете все плюсы и минусы этого двигателя, а также узнаете, по-прежнему ли он жрет масло, а также узнаете, как его защитили, а также, что китайского в нем появилось. Итак, начинаем. Двигатель 1.8 с заводским индексом 21179 был самым большим и мощным. Устанавливали его на Lada X-Ray и Lada Vesta. Но доля в продажах этого двигателя была небольшой и постоянно падала. А в чем дело? А дело в том, что в пару к этому двигателю не нашлось достойной автоматической трансмиссии. Были версии только с МКПП и роботизированной трансмиссии о вариаторе. И гидромеханическом автомате оставалось только мечтать. И этот двигатель еще негативно запомнился из-за своих конструктивных решений. И вот в конце 2023 года АвтоВАЗ объявил о появлении доработанного двигателя, в котором, как заявлял автозавод, он устранил все недостатки. Надеемся, что новых недостатков в нем не появится. Двигатель 1.8 EVO на данный момент устанавливается только на Lada Vesta. Больше всего у владельцев Lada с двигателем 1.8 напрягал жор масла. Однако четверть владельцев отрицают эту проблему. Но многие все равно возят канистричку на долив. Масляный аппетит умеренный. Примерно 500 мл на 5-8 тысяч километров. Но некоторые двигатели Lada 1.8 едят в два раза больше. То есть в районе литра. В конце 2021 года коробчатые маслосъемные кольца заменили на наборные. Что помогло решить вопрос с жором масла. Но есть небезосновательные мнения, что причиной жора масла является неудачный процесс расточки гильз. В некоторых Lada, которые живут маслолитрами, зазор между поршнем и цилиндром составляет 0,14. А это никуда не годится. И вот если вот с этой проблемой никак не поработали, то проблему с масложором решить не удастся. Ну а сейчас давайте перейдем к модернизированному двигателю от Lada, который имеет заводской индекс 21179 Evo. В нем заменили буквально 20 компонентов, чтобы он стал надежнее, лучше и более востребованным. Блок цилиндров у него по-прежнему из чугуна, однако его укрепили ребрами жесткости со стороны впуска. Также добавили полноценные масляные форсунки, которые орошают поршни изнутри. Также двигатель 1.8 Evo получил еще дополнительные точки крепления для того, чтобы его можно было установить продольно на полноприводные Lada, то есть на Niva. И в скором времени еще будет представлена его турбированная версия. Удивительно, но одной из основных претензий к двигателю 1.8 было то, что при обрыве ремня ГРМ поршни и клапаны встречаются. Так вот, в двигателе 1.8 Evo донышки спроектированы иначе, то есть углубления в них настолько глубокие, что тарелки клапанов прячутся в них как в окошках, без единого шанса на контакт либо удар. Таким образом, двигатель 1.8 Evo получился безвтыковым. То есть поршни, то есть клапаны не втыкаются в поршни. Масляный поддон двигателя Evo легкосплавный, как у предшественника, но есть внутренние изменения, которые направлены на лучшее всасывание масла маслозаборником при активной, агрессивной, спортивной, динамичной езде. Новый маслозаборник выполнен из полиамида, то есть из разновидности пластика. Также в новый поддон заложена конструктивная особенность для внедрения в него промежуточного вала для полноприводных автомобилей с продольной компоновкой. И также в новом поддоне присутствуют точки крепления для нового вариатора. И новый поддон можно снять, не откручивая трансмиссию. Еще на моторе Evo используется масляный насос образца 2021 года, в котором устранена проблема заклинивания редукционного клапана. В худшем случае эта проблема приводила к тому, что двигателю было недостаточно давления масла, и он мог погибнуть. А в лучшем случае давление масла было приемлемым, но не хватало фазовращателю. В этом случае появлялась ошибка по системе изменения фаз. Двигатель 1.8 Evo получил более жесткий и крепкий кронштейн правой опоры двигателя на три крепежных болта. С этой деталью проблем не было, но ее усиление необходимо для работы двигателя в паре с новым вариатором. Также инженерам удалось избавиться от пульсации в подаче топлива, из-за чего возникала дерготня при езде на низких скоростях. Изменили конфигурацию напорной трубки подачи топлива в топливную рампу, а также еще появились новые форсунки с увеличенной на треть производительностью. В новой клапанной крышке теперь нет двух отдельных трубок для отвода картерных газов. На этих стальных трубках появлялось запотевание маслом, которое просачивалось на поверхность клапанной крышки. В новом двигателе 1.8 Evo используется комбинированный пластиковый штуцер, и инженеры обещают, что запотевать не будет. Ну, посмотрим. Вот именно так выглядит картина улучшений двигателя 1.8 Evo. Мы уже сказали, что этот двигатель будет доступен только с вариатором CVT-18, который сконструирован китайской компанией Panliyang. И этот вариатор может в ручном режиме эмитировать 7 ступеней. И, кстати, цепь для этого вариатора сконструирована китайским подразделением компании Bosch. Ну, а теперь давайте поговорим о китайских комплектующих, которые получил двигатель 21179 Evo. Поехали! Оригинальный ремень ГРН для 1.8-литрового мотора китайский от компании Holo. Менять его надо каждые 90 тысяч километров. Однако мы все помним, что если он оборвется, то поршни не ударят по клапанам. Далее, компрессор кондиционера тоже китайский. А вот насосы с системой охлаждения и системой смазки от корейской компании GMB. Кстати, очень много новых ИБУ запчастей вы можете купить у нас на сайте. Ссылочки в описании. Электронный блок управления у двигателя 1.8 Evo. Свой собственный. Пиковая мощность этого двигателя не изменилась. 122 лошадиных силы. Первые Vesta с этим двигателем начали поступать в продажу совсем недавно. В Беларуси еще таких счастливчиков нет. Первые поставки на конец мая 2024 года. Базовая стоимость Vesta с вариатором 17100 долларов. И это мы говорим про базовую версию. И еще раз отметим, что механики с этим двигателем 1.8 Evo нет вообще. А автомобиль с двигателем VAS 21129, то есть с менее капризным 1.6 литровым, стоит на 800 долларов дешевле. И поэтому доплата 800 долларов в принципе адекватная за двигатель 1.8 с вариатором. Но, естественно, будут и недовольны тем, что МКПП с этим двигателем недоступно совсем. Ну, а теперь давайте подытожим. На самом деле, я надеюсь, что все недостатки двигателя 1.8 от Lada в двигателе 1.8 Evo от той же Lada устранились. И этот двигатель уже не будет есть масло. Если порвется ремень ГРМ, то ничего страшного. То есть, одни плюсы. Ну, а вы напишите в комментариях, купили ли бы вы Lada Vesta с обновленным двигателем. Стоит ли ее покупать только из-за обновленного двигателя и адекватная ли цена. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, пишите комментарии. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok